В Морел поступила очередная партия препарата против коронавируса «Спутник Ви». Как и прежде, она будет распределена между всеми поликлиниками республики. Всего в Морел организовано 110 стационарных пунктов, где можно привиться от нового опасного вируса. Работают выездные бригады, а также для удобства жителей медики разворачивают мобильные пункты. Например, в Йошкарале до 7 мая включительно пройти иммунизацию можно на Патриаршей площади возле Республиканского театра «Кукол». Сделать прививку от ковида здесь можно с 10 до 15 часов, без большой очереди и предварительной записи. Почему так важно защитить себя именно сейчас, когда волна заболеваемости в регионе не увеличивается, в нашей съемочной группе рассказала заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Бастракова. Единственная защита от коронавируса – вакцинация полным ходом идет по всей стране. МРИЭЛ – не исключение. Дефицита с профилактическими препаратами нет. С начала прививочной кампании в республику поступило почти 54,5 тысяч доз спутника ВИ. Им привились уже более 46,5 тысяч жителей МРИЭЛ. Но это не тот показатель, который нужен для формирования коллективного иммунитета. По словам специалистов, многие до сих пор недооценивают всю серьезность ситуации, особенно сейчас, когда во многих странах бушует новая волна опасного вируса. Кстати, спутнику ВИ мутировавший вирус тоже по плечу. Что касается России в целом и нашей республики в частности, сейчас для иммунизации, отмечают в региональном Минздраве, самое что ни на есть благоприятная обстановка. Поэтому тянуть с прививкой не стоит. Уровень заболевания больше не падает, но не такой высокий. Это раз. Уровень госпитализации, как я сказала, тоже всего 380 коек и 216 пациентов с тяжелой формой. То есть сейчас все условия для того, чтобы вакцинироваться и не заразиться на момент выработки иммунитета от коронавирусной инфекции, именно любой инфекции, в том числе коронавирусной инфекции. Но надо отдать должное, что наше население не до конца понимает всю опасность этой коронавирусной инфекции. Ведь путь передачи только воздушно-капельный, и мы ее относим к воздушно-капельным инфекциям. Плюс еще и контактно-бытовой, конечно, путь передачи при коронавирусной инфекции. Но поражаются-то именно сосуды всего организма. То есть при коронавирусной инфекции страдает головной мозг, то есть центральная нервная система. Сердце, кордиты возникают, легкие. И в легких возникает вирусная пневмония с преимущественным поражением сосудов, где идет именно газообмен. Поэтому возникает мощная гипоксия всего организма. При этом поражается печень, желудочно-кишечный тракт. И последствия, те, кто перенесли тяжелую коронавирусную инфекцию, ощущаются через многие-многие месяцы. Не стоит пренебрегать вакцинацией против ковида и тех жителей, кто им уже переболел, особенно в легкой форме. Количество выработанных организмом антител постепенно снижается. А значит, риск подхватить коронавирус вновь появляется. После особенно нетяжелой перенесенной коронавирусной инфекции антитела падают. И те, кто перенесли коронавирусную инфекцию в феврале 2020 года, в марте, в апреле, может, то и позднее. Если антитела 0 или 1, 2, к сожалению, такой уровень иммунитета, следующее заражение коронавирусной инфекцией, к сожалению, не предотвратит. Для максимального удобства жителей прививку от коронавируса сегодня можно сделать в 110 стационарных пунктах. Причем как по месту жительства, так и по месту прописки. Бригады медиков могут выехать на предприятия для того, чтобы охватить иммунизации рабочие коллективы. Кроме этого, в республике разворачиваются мобильные пункты, где для вакцинации не требуется предварительной записи. Очередей здесь тоже нет. О том, насколько это удобно, наша съемочная группа убедилась на собственном опыте. Телеоператор Николай Азиков привился от коронавируса, не отвлекаясь надолго от рабочего процесса. Когда сам снимал мобильный пункт вакцинации, на это Николаю потребовалось несколько минут. Хотел привиться уже месяц назад, но тогда немножко меня продуло, и я решил не рисковать. Сейчас все восстановился и решил сделать прививку. Моя жена педагог, и прививку она сделала в числе первых в своей организации, в своей школе. Все у нее прошло хорошо, немножко было, вроде поднялась температура, но прошла буквально через несколько часов. Все прошло хорошо. Я думаю, что у меня будет все практически так же, может даже лучше. Побочных эффектов не было. Бывает просто реакция на вакцинацию. Она в очень небольшом проценте. Это может быть незначительное повышение температуры в течение одного дня, незначительная боль в месте инъекции, покраснение. Но это бывает исключительно редко. Поэтому приглашаем всех. Мы уже привили на сегодняшний день первично. Первую аппликацию сделали 4 тысячам человек. Повторную аппликацию 3,5 тысячи. Это только наша поликлиника. Поверьте, все живы, все здоровы, сдают потом антитела. Антитела достаточно высокие, то есть люди защищены. Бояться реакции действительно не стоит. Кратковременное повышение температуры, озноб, болезненное ощущение в месте укола – это лишь свидетельство того, что организм сработал и начал вырабатывать антитела к новому опасному вирусу, который по-другому просто не победить. Продолжение следует...